Для работы какой-либо программы ее нужно предварительно запустить. Какие-то программы мы запускаем сами, какие-то программы запускают другие программы. И при запуске компьютера есть определенная последовательность, какие программы что и зачем запускают. Процесс запуска операционной системы администратору нужно знать, потому что, во-первых, это помогает выявить и решить какие-то проблемы. Во-вторых, это помогает какие-то проблемы предотвратить. Ну и в-третьих, помогает лучше понять работу операционной системы. Например, вспомните, мы с вами испортили запись в FSTAP. У нас система не прогрузилась. Потом мы ее исправили и все заработало. Есть много сценариев запуска операционной системы, которые зависят от определенных условий. Например, мы с вами говорили про BIOS и UEFI. И тут, как минимум, уже два сценария запуска с использованием MBR или раздела UEFI System Partition. Также мы с вами разбирали стандартные разделы, LVM, RAID. Это тоже добавляет варианты. Используется для корня стандартный раздел или какой-то нестандартный. Допустим, LVM. Ну и сегодня мы будем говорить о загрузчиках. И мало того, что есть разные загрузчики, даже с учетом того, что мы будем разбирать только один загрузчик, CRUB, у него есть разные версии, отчего тоже появляются вариации. Но не будем усложнять, обо всем по порядку. Со всем вышеуказанным мы знакомы, кроме загрузчика. Загрузчик – это программа, которая загружает операционную систему. Это особая программа, потому что она работает еще до того, как загрузилась операционная система, ядро и всякие другие программы. Тут можно понять, что у загрузчика должны быть свои, хотя бы минимальные драйвера для работы с компьютером. Где-то он обращается к BIOS, где-то напрямую к железу. При включении GNU Linux мы видим такое окно. Это и есть интерфейс загрузчика GRUB. Есть и другие загрузчики, но GRUB самый популярный. Он стоит по дефолту на многих системах. И чтобы не усложнять, мы будем говорить только о нем. Итак, при включении у нас появляется окно GRUB, где мы можем выбрать нужную операционную систему. Если у нас на дисках установлены разные операционные системы, мы сможем загрузить любую из них. К тому же, тут также есть возможность загрузить одну и ту же операционку с разными версиями установленного ядра. Также отсюда мы можем повлиять на процесс загрузки. Например, нажать E на нужной записи и изменить какие-то параметры. Но мы к этому еще придем. Плюс GRUB можно кастомизировать. Поменять шрифт, рамки, цвета, поставить фон и все такое. Чтобы лучше понять GRUB, нам нужно хотя бы разок пройтись по сценарию запуска операционной системы. Возьмем самый простой сценарий. BIOS, MBR, GRUB и корень на стандартном разделе. Итак, вы нажали кнопку включения на компьютере. Загрузился BIOS, какие-то свои задачи выполнил, а дальше обращается к порядку загрузки. Диски, флешки, сеть и все такое. Предположим, у нас на первом месте жесткий диск. BIOS загружает первый сектор, 512 байт этого диска, то есть MBR. Как мы помним, у нас в MBR есть загрузчик и таблица разделов. Для загрузчика выделено 446 байт. Это очень маленький объем, куда невозможно поместить полностью GRUB. Поэтому здесь лежит программа, в которой прописан блочный путь к основной части GRUB. Блочный, потому что поддержку файловой системы в такой маленький объем не запихнуть. Этот шаг, когда загружается маленькая часть GRUB из MBR, называется этапом 1. В случае со старым железом BIOS мог видеть только первые 1024 цилиндра жесткого диска, то есть примерно 500 мегабайт. А если основная часть GRUB находилась в другом месте, то не получилось бы ее загрузить. Поэтому для таких случаев существовал этап 1.5, когда загружалась чуть большая часть GRUB, расположенная в первых 62 секторах диска, где лежали драйвера для файловых систем. Загрузив их, GRUB мог уже полноценно найти и загрузить основную свою часть, которая лежит в директории BOOT GRUB, то есть приступить к этапу 2. GRUB, загрузив свою основную часть, обращается к файлу BOOT GRUB GRUB CONFIG и берет оттуда свои записи, что и как грузить. Если говорить про Linux, то задача GRUB – загрузить ядро и передать ему нужные параметры. Эти параметры видны в строчке Linux. Собственно, файл vmlinux, который мы видели в директории BOOT, файловая система, где лежит корень, и всякие дополнительные опции. Например, RHGB, чтобы отображать анимацию, пока грузится операционная система. И QUIET, чтобы скрыть подробный вывод при запуске. Давайте для примера сотрем последние две опции. Нажмем CTRL X, чтобы загрузиться. Как видите, теперь при загрузке отображается куча информации, что может быть полезно, если по какой-то причине система не грузится, и мы пытаемся найти причину. Но после перезагрузки эти опции опять будут на месте, потому что мы их стерли в текущие сессии, а не в конфиг-файле. Окей, GRUB запустил ядро. Что дальше? Ядро начинает запускаться, находить устройство и загружать драйвера. Но для этого ядру нужны модули. Вспомните про модульность ядра. У него есть встроенные модули и загружаемые. Встроенные уже в самом файле vmlinux, а загружаемые лежат в директории libmodules. Ядро загрузит то, что сможет, используя встроенные модули. А дальше ядру нужен доступ в директорию libmodules. Для этого ядро должно примонтировать корень. Только вот какой нюанс. Для того, чтобы примонтировать корень, ядру нужны модули. Как минимум, модули скази и модули файловой системы. Давайте посмотрим список встроенных модулей. Как видите, тут есть модули скази, но нет модуля x4. То есть ядро просто не сможет примонтировать корень, чтобы взять оттуда модули. При этом, чтобы эти модули были, ему нужно примонтировать корень. Можно было бы встроить в ядро все нужные модули, но это сделает ядро значительно тяжелее. Файловых систем много. Да и если брать lvm и прочее... Ну, в общем, это не выход. Эта проблема решается по-другому. В граб под строкой с Linux есть еще одна строка. InitRD. Initial RAM Disk. Как видите, она указывает на файл. Этот файл, RAM Disk, временный образ корня, который специально предназначен для решения указанной проблемы. При загрузке граб монтирует этот файл в качестве корня, и ядро может с ним работать. Собственно, здесь оно находит все нужные драйвера для того, чтобы загрузить настоящий корень, после чего ядро переключается на основной корень. Этот временный корень не содержит все файлы, а только необходимый минимум, какие-то драйвера файловых систем и тому подобное, чтобы можно было перейти на нужный корень. Но в каких-то дистрибутивах сюда включены чуть ли не все драйвера и некоторые программы. И если у вас какие-то проблемы с корнем, не получается премонтировать, или, например, вы хотите сделать fschek корня, то, используя этот временный корень, вы сможете провести свои работы. Но на самом деле, если присмотреться, файл называется не init.rd, а init.ram.fs, initial.ram.file.system. Init.ram.fs пришел на замену init.rd, так как у init.rd есть определенные недостатки. Например, init.rd был файлом образом блочного устройства, внутри которого была файловая система, а значит ядру для работы с ним нужен был хотя бы один встроенный модуль файловой системы. init.ram.fs это больше архив, который распаковывается в виртуальную файловую систему temp.fs. А temp.fs является частью ядра, предназначенной для всяких файловых систем, работающих в оперативке. Так вот, когда ядро видит init.ram.fs, оно берет оттуда нужные модули, а также запускает программу, ну или просто скрипт с названием init. Она может выполнять какие-то команды, если этого захотели разработчики дистрибутива, и в итоге монтирует настоящий корень и переключается на него. Есть небольшие отличия в работе между init.rd и init.ram.fs, но такие подробности нам сейчас не нужны. Так вот, после всей этой инициализации, когда ядро взяло нужные модули из init.ram.fs, init запускает программу sbin.init в настоящем корне, которая стартует систему инициализации. Система инициализации – это отдельная тема, которую будем разбирать в следующий раз. Пока что мы разобрали только один сценарий – BIOS, MBR, GRUB и стандартный раздел. Давайте вкратце пройдемся по нему. BIOS грузит загрузчик из MBR на 446 байт. Это первый этап загрузки GRUB. Дальше GRUB грузит свой второй этап, ссылаясь на boot GRUB. Полностью загруженный GRUB видит в конфигах путь к ядру и init.ram.fs. Загружает ядро и init.ram.fs в оперативку. Ядро подгружает нужные модули благодаря init.ram.fs, запускает init, который в итоге переключается на реальный корень и запускает программу sbin.init, то есть систему инициализации. В других сценариях в целом многое будет схоже, но отличия все же есть. Давайте их разберем. Например, заменим стандартный раздел на LVM. Допустим, корень у нас в LVM. Чтобы GRUB мог загрузить ядро и init.ram.fs, ему нужен доступ к директорию boot. Но если они находятся на LVM разделе, GRUB не сможет их увидеть. В таких случаях директорию boot выносили на отдельный стандартный раздел, благодаря чему GRUB мог загрузить ядро и init.ram.fs со стандартного раздела, а дальше ядро находило в init.ram.fs модули для LVM и могло примонтировать реальный корень. Но так было раньше, со старой версией GRUB, которая сейчас называется GRUB Legacy. Современная версия GRUB называется GRUB 2, и она поддерживает LVM, благодаря чему нет необходимости выносить boot на отдельный раздел. Если заменить BIOS на UEFI, то отпадает необходимость в загрузчике в MBR. При включении UEFI ищет раздел UEFI System Partition и загружает оттуда boot.x64.efi или grub.x64.efi. А это запускает GRUB, который обращается к файловой системе, где находится директория boot.grub, и дальше всё, как мы говорили. Давайте посмотрим, как всё организовано на нашей виртуалке. Виртуалбокс для гостевых машин использует BIOS. Таблица разделов у нас DOS, то есть используется MBR. Ну и если посмотреть файловые системы, можно увидеть, что boot вынесен в отдельный раздел, а для корня используется LVM. При этом, GRUB у нас второй версии. Если вы слушали внимательно, вы помните, что GRUB 2 поддерживает LVM, и выносить boot на стандартный раздел не нужно. Но официально RedHat рекомендует держать boot всё-таки на стандартном разделе. Объяснение, почему, я не нашёл, но предполагаю, что дело в решении проблем. Если у вас возникнут проблемы с LVM, вы не сможете загрузить ядроз и нетрам-фс, потому что они лежат в логическом разделе. Вам придётся использовать LiveCD. Стандартный же раздел для boot позволит вам прогрузить хотя бы ядроз и нетрам-фс. Хотя, возможно, есть и другие причины, но о причинах в документации ничего не сказано. Ну и напоследок, давайте немного подредактируем GRUB. Хотя сам конфиг-файл это boot GRUB2 GRUB-конфиг, вручную редактировать этот файл не стоит. Он будет перезаписываться при обновлениях. Чтобы наши изменения оставались даже после обновления, нужно редактировать файл etc-default-grub. Например, уберём RHGB equate в строке grub.cmdline.linux и сохраним. После этого нужно обновить конфиг-файл граба. Сначала убеждаемся, что всё нормально. Просто запускаем команду grub2 makeconfig. Если всё нормально, то мы увидим будущий конфиг. Затем перенаправляем вывод этой команды в файл. Ну и для проверки можем перезагрузиться. Как видите, наши изменения сработали. Ну и если говорить про init.ram.fs, стоит упомянуть возможность добавлять в него определенные модули. Пример из практики. У вас есть виртуальная машина на гипервизоре ESXi. Это такой коммерческий гипервизор от компании VMware. И вам нужно перенести виртуальную машину на гипервизор KVM. Свободный гипервизор, активно используемый в линуксах. Если вы просто перенесёте файлы, скорее всего у вас виртуальная машина просто не запустится. Причина. Ядро виртуалки при запуске просто не увидит корень. У вас не будет дисков SDA, SDB и так далее. Чтобы ядро увидело диски, ему нужны будут другие драйвера скази верт.io. Но они не встроены ни в ядро, ни в initram.fs. Список модулей в initram.fs можно увидеть с помощью команды lsinitrd. Ну и чтобы добавить эти модули в initram.fs нужно создать файл в etc dracad.conf.d с каким-то названием .conf и списком необходимых модулей. А потом сгенерировать новый образ initram.fs. После чего можем убедиться, что новые модули будут в initram.fs. Подводя итоги, сегодня мы с вами разобрали, как операционная система запускается, куда обращаются BIOS и UEFI, что такое загрузчик и какова его роль, зачем нужна директория boot, почему ядро и initram.fs находятся в этой директории, ну и что такое initram.fs.